Если муниципальные главы в ближайшее время не наведут порядок с внутренними пассажирскими перевозками, ответят персонально, заявил сегодня Вячеслав Гайзер на Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. По данным ГИБДД региона, число нарушений в этой сфере растет почти в арифметической прогрессии. Да и контракты с перевозчиками власти на местах зачастую заключают вопреки установленному образцам. О чем еще говорили на комиссии, знает Максим Васильев. По вопросам безопасности дорожного движения главы муниципалитетов пока могут вздохнуть спокойно. Исполнительская дисциплина на местах хромать перестала. Правда, иногда только на бумаге. В Сысельском, Книжпогодском и Скуломском районах и Восевыми вместо реальных программ пишут отписки. Близи школ по-прежнему нет порядка с пешеходными переходами. Причем это все же бумажные недоработки, технических больше всего в Воркуте. В Заполярье зима приходит обычно раньше всех, и к ней местные дорожные службы пока не готовы. Вячеслав Гайзер был категоричен. Две недели на представление предложений, варианта по получению в Воркуте техники дорожной влизи. Значит, ситуация, которую встречаем зимой, она вообще категорически недопустима. Значит, и что касается самого списка номенклатуры техники, какие могут быть варианты, что для этого требуется, в том числе по линии дополнительной финансовой поддержки в Воркуте со стороны Министерства финансов. Если в Заполярье пока никак не разберутся с лизингом техники, в Кослане сетуют на ее изношенность. Есть вопросы и к техническому состоянию школьных автобусов. На республиканских маршрутах их сегодня 202, почти каждый с небольшими неисправностями. Нарушения эти достаточно незначительные с точки зрения материальных вложений. Они часть исправлены и исправляются. Тем не менее, любое из выявленных нарушений ставит под угрозу жизни каждого находящегося в момент поездки в автобусе ребенка. Вопрос пассажирских перевозок сегодня наиболее актуальный. Компании дробятся, исчезают, на их месте возникают новые. Контролировать эту сферу все тяжелее. И все чаще сотрудники ГИБДД среди водителей автобуса выявляют злостных нарушителей. Здесь и алкогольное опьянение, и нарушение скоростного режима. Некоторые примеры правоохранители называют возмутительными. 67 раз водитель привлекался к ответственности. Он был арестован 20 суток отсидел до этого. В 2012 году лишился права управления за езду в пьяном виде. После этого ездил лишенный права управления в 2013 году. Значит, отсидел 20 суток ареста. Получил 150 часов исправительных работ. После этого, когда у него все это истекло, его взяли на работу. И он еще 67 раз умудрился правила нарушить. Контрактный беспредел, когда соглашение с организаторами перевозок подписывают фактически не глядя, глава республики, похоже, решил прекратить раз и навсегда. Вначале проверить все договора с частниками без исключения. Затем водителей, если будут нарушения, ответить придется в том числе и властям на местах. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрген, Сыктывкар.